Здравствуйте! Меня зовут Анка Солотое Перо. Люблю рассказывать секреты секретные и тайны тайные. Ого! Сколько подарков! И кружки, и кепки, и книга фирменная! В честь чего это? У кого-то день рождения? И до Нового года далековато. Так, а почему-то Татьяна уносит куда-то все подарки. Тайна-тайная какая-то. Я заинтригована. Татьяна, подождите! Признавайтесь, куда это вы подарки все тащите? Подарки тащим на почтам. Совместная акция у нас проходит с Почтой России, Всероссийская декада подписки. Будем подписывать на газеты своей редакции. И кому они адресованы? Подарки мы будем дарить подписчикам. Мы их любим и очень ждем. И надеемся, что сегодня будет их много. И все получат нужные для тебя подарочки. А можно мне с вами дарить хорошее настроение подписчикам? Ой, ну конечно же, я с удовольствием возьму тебя с собой. Мне нужны помощники. Издательский дом два раза в год проводит подписную кампанию для своих читателей. Акция проходит при участии Благовещенского главпочтамта. Сейчас как раз мы тут и находимся. А вот и тот человек, который мне подробнее расскажет о подписной кампании. У нас на Благовещенском почтамте и вообще по всей территории Амурской области проходит декада подписки. За время декады подписки будет проведено очень много мероприятий для привлечения потенциальных подписчиков. Для этого будут проведены розыгрыши, викторины. То есть будут принимать участие в этом наше издательство и в том числе сама Почта России. Каждый год подписчики всех Благовещенских газет участвуют в розыгрыше призов. В этом году разыгрывается бытовая техника. В этом лототроне есть фамилии и контакты каждого, кто подписался на свою любимую газету. Кстати, а вот и сами подписчики. Вы любите читать газеты? Почему? Новости читать же интересно, знать, что творится в России. Поэтому нужна газетка. Чем больше телевизор, то газета. А что вы взяли себе в подарок? Кружечку. И чай будем пить по очереди. А вот еще один подписчик. Людмила выписывает газету уже 54 года. Представляете? Хотелось бы узнать ваше мнение. Зачем? Газеты читать, новости узнавать, что в стране делается, что в Благовещенске у нас. Поэтому мы с этой газеты уже с 14 лет, а мне 68. А в подарок вы что получили? Вот кружечку взяли. Ну просто ветеран подписки. А сколько лет вы писаете газету вы? Я, наверное, уже лет 5 выписываю газету. Ну нравится мне. Читаю ее, потому что я каждый день работаю, так что телевизор редко смотрю. Потому что у меня внук родился, помогают. А газеты я читаю. Мне нравится. В век интернета и телевидения газеты не знают своих позиций. Их читают и выписывают. Хотелось бы узнать мнение горожан. Зачем и почему нужны газеты? Работа руками, листая страницы, визуально большой объем информации сразу перед глазами. Интересная, полезная информация, она лишней не бывает. Просвещаться. Все новости узнавать. Чтобы читать и узнавать новости. Ну как зачем? Я вот с детства привык читать их. Я и читаю мое мнение, потому что мне интересно их почитать. Какие-то новости узнать. Что творится. Газеты. Ну для информации. Для получения новостей. Информацию какую-нибудь. Быть в курсе событий. Газета нужна, чтобы узнавать о жизни, о новостях. О каких-то мелочах, которые в жизни ты, допустим, не успеваешь узнать. Происходит рядом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова